Смотрящий из Нижнего Новгорода вор в законе Цезарь Жаринов Виктор Николаевич. Прозвищей в криминальном мире, Цезарь, родился в городе Володарск, Нижегородская область, Россия, 27 марта 1983 года. Семья его была ничем не примечательной, а вот сам мальчик рано проявил склонность к нарушению закона, хотя преимущественно это были мелкие кражи и участие в различных разборках. Информация о первой судимости Цезаря весьма расплывчата. Из нее следует, что пока велось расследование преступления, подозреваемый в нем Жаринов провел в следственном изоляторе 3 года. Это показалось судье достаточным сроком, и молодой преступник был отпущен. По второй версии он все-таки побывал в тюрьме. Однако недолго и был освобожден под подписку о невыезде. Воровскую корону Виктор Николаевич получил в 2012 году во время сходки сторонников криминального авторитета Аэру Саяна, Дед Хасан, расшедший в Греции. Кандидатуру Жаринова в качестве смотрящего за Володарским районом Нижегородской области предложили Владимир Вагин, Вова Вагон, и Василий Христофоров, воскрес. Не все были согласны с таким решением. Во-первых, для получения короны у Цезаря был не слишком большой опыт нахождения в местах не столь отдаленных, а во-вторых, ему вменяли предательство воровской идеи. Однако несогласных тогда просто поставили перед фактом осуществления коронации. После обретения воровской короны, Жаринов продолжил заниматься грабежами и мелкими махинациями. Также у него появился пусть и не очень удачный, но опыт пересечения границы. Так, в марте 2015 года, он вместе с другим законником Олегом Пироговым, Циркач, был задержан спецслужбами рака по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией Исламское государство, ИК, запрещенной в Российской Федерации. А началось все с того, что еще в 2011 году Циркач пригласил своего друга и, по совместительству, также криминального авторитета Вадима Иваненко, Вадик Краснодарский, к себе в гости. Однако внезапно появились и другие, незваные, гости, бойцы ОМОНа. В результате обыску Вадика нашли гашиш, но отделался Краснодарский лишь штрафом. Чуть позже, перед очередной отсыткой, с краснодарской частью воровского общака, за которую отвечал Вадик, произошло неприятное, она просто пропала. Внятного ответа от Иваненко другие законники по данному вопросу так и не получили. Его версия, он был изъят полицией при задержании Вадика Краснодарского в Адыгея. И хотя тот был готов восполнить утрату, на сходке было решено наказать его после завершения очередного срока заключения. А пока Вадика просто отстранили от участия в решении общих вопросов. Продолжились разборки уже в 2015 году в Антаре, куда Циркач пригласил своего друга. В числе других гостей был и Цезарь. Сначала русские туристы просто отдыхали, однако на третий день произошла стрельба, в результате которой погиб Вадик Краснодарский. И хотя стрелял в него другой вор в законе, Монгол, Пирогову и Жаринову также было запрещено покидать территорию Турции на время проведения следственных мероприятий. Однако они решили бежать через Ирак, о чем впоследствии, наверное, пожалели. Чтобы пересечь границу, нанятый курт-проводник провел Циркача и Цезаря, а также дюжину других нелегалов, через специальную лазейку. По иронии судьбы именно она оказалась используемой новичками-новобранцами, стремящимися влиться в редвигель. Пойманные спецслужбами Ирака нелегалы не отрицали свое стремление стать боевиками и ГИГИЛ, а вот русские законники наотрез отказались признавать себя сочувствующими террористам. Нанятый родственниками адвокат не смог встретиться с задержанными россиянами, и тогда за дело взялись российские дипломаты. В результате их стараний, после семимесячного пребывания в иракской тюрьме, Пирогов и Жаринов были все-таки освобождены и уже в октябре 2015 года оказались на родине. В противном случае им бы пришлось провести в иракской тюрьме целых семь лет. Кроме того, турецкая сторона также потребовала выдачи задержанных, однако получила отказ ввиду напряженных отношений между Турцией и Курдской частью Ирака. После таких злоключений циркач и цезарь хоть и потеряли до 50 килограммов, зато существенно нарастили свой авторитет, а за убийство законника Вадика Краснодарского никто с них особо и не спросил. Продолжение следует...